Что мы там собираемся сыграть? Хаосов Радисан там, по-моему, был. Был, да. Куда он делся. Я посмотрю, что я еще хотел рассказать, но... Бог загорелся. Далее. Всё. А! Давайте я про Бэйдинг расскажу. А, нет, потом. В заключении. Хаосов Радисан. Тут тоже может быть ошибка в конце, но... Получится. Можно было бы сыграть, потому что интересно, как она. ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите сыграть ее ниже, вы можете взять либо гармошку в другой настройке, либо использовать B нет Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вернемся к конютеру Да, собственно, про бейдинг вообще надо объяснять, что такое бейдинг, как это все работает. У меня картинка есть на самом деле. Я ее распечатаю. Как устроена гармошка? У нее нижняя плата, язычки приклепаны с этой стороны. Верхняя плата, у нее язычки приклепаны изнутри. На самом деле здесь неправильно, потому что платы стоят в одну сторону язычками. Но относительно гребенки, одни язычки оказываются в сторону дыхания, другие против. Когда вы играете обычные ноты, у вас воздух проходит снизу, отталкивает язычок от платы, он отходит, в силу упругости язычка возвращает его обратно, он закрывает дырку. Воздух, который толкает язычок, оттопырит его обратно, и в таком положении он начинает колебаться. Колеблется он с частотой, которая присуща этому язычку. То есть это маятник, пружина, скажем так, обладающая определенной жесткостью, как силой упругости. И когда на нее воздействует внешняя сила, она начинает колебаться, вот как пружину вы ее тянули, она начинает болтаться, пока колебания не угаснут. В гармошке колебания гаснут сразу, мгновенно, когда на язычок перестаешь воздействовать, он сразу, очень быстро возвращается в свое нулевое положение. Почему одни язычки работают на вдох, другие на выдох? Когда вы дуете дырку, у вас воздух упирается в язычок, который стоит изнутри. Язычок прогибается в плату и не колеблется, он затыкается. А язычок, который стоит снаружи, он уходит наверх, и у него там есть место, он начинает колебаться, потому что воздух, который на него воздействует, он выходит внутрь, снаружи давление пропадает, язычок, сила, которая толкает язычок пропадает, он возвращается обратно. То есть, понимаете, да, он как клапан работает, вы в него дуете, он открылся, воздух вышел, он закрылся, в него опять попало, в него опять открылся и закрылся. Это происходит с частотой ноталя 440 Гц. 440 раз в секунду. Ноталя 2-й эктаврикой, 1-й, 220, соответственно, чем ниже, тем 2 раза меньше. Вот. То есть, это происходит очень быстро. Вот. Если посмотреть глазом, вы будете видеть, что язычок поднялся, и он там как-то его немножко колбасит, но видно, что он не колеблется, а стоит вот в этой точке верхней. Ну, так зрение работает. Вот. Что происходит при бендинге? Когда вы воздействуете на язычок дыхания, у вас этот язычок начинает колебаться не с той частотой, как задумалось, а с меньшей. Ниже. И весь фокус в том, что звук с этого язычка начинает раскачивать вот этот язычок. И этот язычок начинает колебаться в обратную сторону. При бендинге звучит не тот язычок, который мы вдыхаем, а тот, который работает на выдохе. Но тот, который на вдохе, он ему помогает стабильно звучать. В бендинге работают два язычка, но если взять самый низкий бенд и прижать пальцем тот язычок, который вы бендели, у вас ничего не поменяется, верхний продолжит звучать с той ноты, которая получилась. При овербендинге происходит то же самое, но наоборот. Вы выдыхаете, у вас выдоховый язычок начинает блокироваться. А вдоховый язычок начинает играть в обратную сторону. Физически как это расположено? Вот у вас есть заклепка, она лежит на платье. В эту сторону она может качаться от локтя, а вниз она может качаться от предплечья. То есть вот это расстояние в обратную сторону, оно меньше. А раз меньше длина язычка, он звучит выше. То есть при бендинге вы думаете, что вы понижаете язычок, на самом деле бенд перескакивает на второй язык. И этот момент, когда вы учите бендингу, он чувствуется, есть ступенька, когда вы понижаете ноту, и она пропала. И вот в этот момент резонанс происходит на второй язык. При овербендинге происходит то же самое, только работает один язык, второй язык затыкается. Почему не на всех гармошках можно сыграть овербендинг? Потому что гармошка настроена так, что на ней не должно быть овербендов, и правильно отстроенная гармошка для нормальной игры, язык не затыкается, он звучит. А для того, чтобы звучал овербенд, мастер настраивает гармошку так, чтобы язычок стоял максимально близко к плате, чтобы зазора между платой и язычком при поднятости не было, как можно меньше. Настолько мало, насколько, чтобы это не мешало язычку работать. То есть взять любую гармошку и научиться на ней играть овербенды невозможно. Бендинг получится даже на плохой гармошке, которая жутко теряет воздух. Можно из-за того, что язычки работают в паре, научиться бендить. Овербендить вы не научите, он у вас не включится никогда. Поэтому, чтобы научиться играть овербенды, надо, во-первых, научиться играть бенды, хорошо, уверенных извлекать и взять правильную гармошку. Одно без другого не работает. У вас есть гармошка для овербендов, и слава на ней играет. Боря на ней может играть овербенд, и он не может играть овербенд. Потому что вы не умеете. Вы даете Боре плохую гармошку, сдаете славе гармошку, Боря умеет, и слава не получается. Боря умеет лучше. Идея в том, чтобы... Ну да, я просто про это вспомнил и обещал про это рассказать. Идея в том, чтобы освоить овербенды, вам надо взять правильную гармошку, либо самим настроить, либо просто купить, либо взять гармошку, которую Marine Band Crossover почти овербенддится на всех дырках. Ее не надо внести в Боре, платите ему еще столько же, сколько стоит гармошка. Можете просто купить гармошку, подготовленную для игры овербендов, и научиться с ней не играть. Я могу сыграть на делюксе, но мне намного комфортнее играть на кроссовере, потому что язычки отстроены ближе. Когда я играю блюз, я играю на Marine Band Deluxe, я играю громко, агрессивно, у меня гармошка раскачивает языки так, что мне не мешает это играть блюз. Когда я играю овербенды, языки стоят ближе, мне блюз играть на ней не категорически неудобно, она затыкается. Я даю сильную атаку, языки встают, и они мешают. Зато мог сорваться овербенд, я могу его извлечь. Когда я играю мелодию, мне надо сложную нотку сыграть, я могу сыграть. у меня есть две возможности, только вдохнуть и выдохнуть, но ноты я извлекаю при этом четыре. Вот. Учить я у овербенда играть не буду, но есть на самом деле очень простой способ. Овербенд — это бенд в обратную сторону. Если вы взяли можете взять бенд, ничего не меняя, просто играете в обратную сторону. А как, собственно, бенд брать? Как берутся бенды? Путь к игре бендов — это вот такое упражнение. То есть обычно мы играем ноту на первой дырке. — На вдохе? — На выдохе бендов в нижней части горбушки нету, не сможете играть. Давайте я вам расскажу, кстати. Может быть, надо рассказать, просто для общего развития. Я заготовил, но мы задержались. Нет, с бендами, на самом деле, все более-менее понятно. Есть расположение нот на гармошке. Смотрите, почему здесь бенды тут, а здесь бенды тут, а здесь их вообще нет. Физика. Нота до и нота ре, между ними один интервал до диэс. Или ре бемоль. Можем сыграть ре, ре бемоль. Между нотами си и соль. Си бемоль, ля, ля бемоль, соль. Вот в этом промежутке вы можете извлечь бенды. Между нотой на вдохе и нотой на выдохе. Нота ми и соль. Между ними ми и соль, да? Ми и соль. Между ними нотка фа диез и фа можно сбендить. Почему здесь нет бенды? Потому что между ми и фа нет ноты. Вы можете понижать фа, но вы не получите ми. Можно, чуть-чуть задувая нотку фа, можно немножко ее понизить почти до ми. И бывает есть мелодии, там, блюз, когда это красиво звучит, когда вы играете шесть бенд, шесть вдох, бенд, шесть выдох, пять вдох, бенд, пять выдох, четыре вдох, четыре бенд, четыре выдох. Этот штрих одинаково работает, но в этом случае это не ноты. Это просто понижение, пониженная, ну она такая, где-то между ними находится. Почему здесь вверху? Вот помните вот эту елочку, которую я рисовал, там был треугольчик, а в конце получилась ступенька из-за того, что ноты ля и си играются в одну сторону. Они подряд по гамме идут, но если здесь мы играем до, ре, ми, фа, соль, ля, то ля, си играются в одну сторону дыхания, поэтому здесь ноты нет просто потому, что между си и до ноты нет, вот здесь. А дальше нота ре ушла из-под ноты до под ноту ре. И получился интервал, что ре мы играем на вдохе здесь, а здесь уже ми на выдохе. И между ними появилась одна нотка ми бемоль. А, там же переворачивается точно. Переворачивается. Поэтому пол гармошки, оно вот в эту сторону работает, а пол гармошки и работает в эту сторону. То же самое с нотой си, то есть между фа и соль, соль бемоль, между соль и фа полтона, вот мы эту нотку можем сейчас извлечь, и между до и ля два полутона. Это очень сложный овербенд просто потому, что язычки очень маленькие, воздействие очень точечное. И если максимально вниз поднизить ноту можно, вы просто берете, включаете бенд, и он у вас там куда-то свалился. Свалиться ниже, чем он может, он не может. То есть вот вы взяли с бенделя, и у вас получился си бемоль. А вот чтобы попасть в си, надо найти какое-то промежуточное положение, когда он звучит. Единственный способ это научиться, это научиться делать плавно бендинг. Третья дырка, на самом деле, для этого лучше всего подходит, просто потому, что их там очень много делаешь. Думаю, где на эту гармошку? Все, семинар окончился, вперед до гармошки. Мы играем от ноты си до ноты соль, плавно, как по скрипке, по струне. Нету пропуска, то есть вы можете в любой момент остановиться. Мы играем точно в нужные ноты. Как я встаю на нужную ноту? Я говорю ту. То есть попасть в бендовую ноту без артикуляции очень сложно, она получается размазанная. Когда вы ставите языком точку, вы обозначаете момент, когда звук должен появиться. Не так? Вы не попадете. Когда вы говорите ту. Это сложно, но вы четко встаете языком в нужную позицию, тогда бенд работает. Это самый сложный бенд, его очень сложно тренировать. Поэтому, чтобы понять, как это работает, можно пробовать это сделать на третьей дырке, но удобнее всего научиться это делать на четвертой. Бенд тут один, поэтому выберите. Что происходит с языком? Язык делает вот такую горку. Вы прокатываете точку, когда вы дышите, у вас струя воздуха упирается в язык, и вы чувствуете точку, что там холодно. И вы в эту точку катите по языку, ближе к ее корню языка. Очень глубоко ее тащить не надо, потому что бенд просто пропадет. На низких дырках, чем ниже нота, тем дальше надо тащить бендовую ноту по языку. Чем мельче бенд, тем это все ближе к зубам делается. Вот здесь бенд играет очень сложно, потому что он делается вот здесь, прямо за зубами. язык у здесь находится. Вот. А внизу он делается вот здесь. Вот. Сложность в освоении бендов, во-первых, за то, что они не везде работают, во-вторых, на каждой дырке они делаются по-своему. И только практика. Я, помню, пытался играть разные мелодии, у меня не хватало нот, просто я понимал, что я не могу вот в нужных местах извлечь мне нужный нот. Вот. У меня есть еще одна картинка, я думаю, последняя. Вот если мы сейчас попытаемся вот эти все эти буковки перенести на клавиатуру, мы поймем, что мы закрыли всю клавиатуру. Получили полностью хроматическую гамму синие, то, что я вам показывал. До, до диез, ре, ре диез. Я условно обозначил, бемолями удобнее обозначать бенды, хотя это с точки зрения музыкальной теории неправильно, потому что нота, например, ми бемоль, она же тот же самый звук, это ре диез. Но в одной тональности пишут ми бемоль, а в другой ре диез, в зависимости от того, как вы играете. Понятнее делать так, что если бемоль, то это понижение, если диез, то это повышение. То есть, когда я пишу ре диез, я понимаю, что мне надо сыграть overband, что мне надо повыситься. А если я пишу бемоль, я понимаю, что мне надо повыситься. Вот. Соответственно, все вот это вот вместе, обычные ноты, бендовые ноты и овербенды дают нам возможность играть полностью все хроматические ноты. Люди, которым не хочется этим заниматься, они покупают хроматическую гармошку и на диатонистов так свысока смотрят, типа, ну вот там что-то делаете, а я просто беру и играю по нотам. На самом деле диатонист круче, потому что ни один хроматист в эту схему вообще даже не вкуривает, как это все работает. То есть им это не нужно, а мы настолько ограничены диатоничностью, что нам приходится вырывать из гармошки все эти звуки, причем вырывать так, вот здесь я бенд сыграю, здесь овербенд, а здесь две ноты подряд играются, вообще отдыхаем. Вот. Рассказал, все, галочку поставили. Что мы еще хотели сыграть? От чего-то я ушел. Холосовое зеро. Коня вы хотели сыграть или чего? Коня зато играли. Коня я вам хотел показать. У меня есть хитрая настройка, я вам ее сегодня показывал, это по директору. Одна единственная дырка перестроена. Давай, конечно, играй. Как она играется? Вот я сейчас делаю, я ищу мелодию на гармошке. Может, не надо? А мы сейчас хитрый сделаем. Угу. ТОМОН ТОМОН Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не помню, я примерно понимаю, куда надо думать, поэтому ошибаюсь. Я не стесняюсь это признать. Я не помню все мелодии, которые я записал. Я записываю на бумажку, записываю на видео и больше их не играю. Хотя, если понадобится, я опять этот процесс пройду, но уже быстрее. Проигрую на разных тональностях быстренько. По дону гуляй. У меня есть одно и то же, записанное в разных тональностях. Фокус в том, что, когда для до это записано, я... А, ну кстати, как-то распечатка-то была. Мы уже заканчиваем. Я знаю, что я вас утомил. Я про гармошку могу рассказывать очень долго. А давайте табы быстренько нарисуем. Чего вам нужно, чтобы нарисовать, написать табы? Расположение нот на до гармошки, да? Ну вот, сюда смотрим. Нотка, это точно нотка до, я помню, это четыре выдоха. А вот это что за нотка? Считаем линейки. До, си, ля, соль, да? Нотка соль это либо три выдоха, либо два вдоха. Давай напишем три выдоха, иначе скачка не будет. Мы играем три выдоха, четыре выдоха, правильно? Угу. Нотка до, я помню, это нота на тон ниже, нота си, на полтон ниже, си. Нота си это три вдоха. Четыре мы уже помним, нота ре это четыре вдох, нота си это три вдох, а что у нас бывает? Соль. Вот, мы уже можем не считать, мы уже можем подглядывать. Вот это была си и нота си, а значит это три выдоха. Нота ре четыре вдох, нота до четыре, нота ре четыре вдох, правильно? Нота ми что будет? Пять. Просто пять, да? Угу, вероятно. А нота до? Четыре выдоха. Четыре выдоха. Четыре выдоха. Ми пять выдоха. Пять выдох. Выдох, хорошо. До четыре выдох. Ми пять выдох. Ре четыре вдох. Дальше это си три вдох, вроде бы, да. Ре четыре вдох, до четыре выдох, до четыре выдох. Теперь тональность и я. Вы сейчас сообразите, но я вас заставлю это увидеть. Сейчас я найду. Гармошка ля. Первая нота ми. Так, гармошка ля, первая нота ми, ноля. А, это два... Давай хорошо, давай стойки. Вы внизу выдох или вдох написан? Давай стойки начнем. Нота ля это что у нас? На ля гармошке. На ля гармошке, но один выдох. Четыре выдоха. А, ну или четыре выдоха. Ми это три выдоха. Три выдоха. Три выдоха. Три выдоха. Нота соль. Диес. Диес. Здесь все ключи стоят. Соль диес. Это что у нас? Три вдох. То есть, пока все то же самое, просто в другой тональности. Понял, да? Уже понял, да. Я вот об этом и говорил, что просто транспонируется мелодия. По сути, то же самое остается. Вам не надо вообще-то ерундой заниматься. То есть, если вы знаете, как играется мелодия на до гармошке, вы можете сыграть ее в любой тональности на такой же точной гармошке. Если вам нужна играть ее в ля, вы берете на гармошку. Потому что перенос нот вот сюда, он очевидный, если не закрыть вот так. А теперь попробуйте написать тапы для этой мелодии, если у вас нет вот верхней части. Вам надо брать в положение ноты на до гармошке и тащить это все вот сюда. Это очень кропотливо. И если вы не шарите, мы с теорией не знаем, что мель играется так, соль играется так, вы прям видите это. То есть, когда мы смотрим на клавиатуру, как я вижу тональность, я ее вижу. Она подсвечена, она пульсирует. Если я играю в ми, я знаю, что ми играется только на этих нотах, в других нот нет. Если я играю в соль, я играю только по этим нотам. Соответственно, когда вы играете на гармошке, вот это все нет, оно от вас скрыто просто потому, что гармошка зашита на производстве. В ней нужный лад вам уже зашит, вам надо его только найти. В данном случае, из-за того, что это мажорная мелодия, мне нужно определить, что она играется в первой позиции, в тональности, совпадающей с ключом гармошки. Она играется очень поздно. Тоже такой момент про переходе из нот в табы. Я не агитирую играть вас по табам, но это реально очень часто удобнее, чем играть по нотам, если это не тональность до, если это не гармошка до. У меня есть произведения, записанные нотами, которые я выучил, но я не смотрю в ноты просто потому, что я не понимаю, как эти ноты будут расположены на гармошке, если она не до гармошки. Я смотрю в табы и быстро считываю, и быстро играю ее. Чего мы играем? Ладон играет. Ладон. Ладон играет. Сегодня я смотрю в табы и сентябов. Субтитры делал DimaTorzok Повтор хитрый, я сам все не верну А то, что то. Вот. Кстати, есть проблема, некоторые мелодии играются не так, как вы их помните, очень часто бывает, ты какую-то мелодию напеваешь, где-то там ты ее слышал, ты ее ходишь, поешь, начинаешь снимать, и понимаешь, что они не так играют, как ты, как ты. Там переходная нотка появилась, то есть я делаю по-до-ну-гуляю, а потом по-до-о-ну-гуляю, вот эти вот штуки, которые там три восьмых, это неожиданно было. Ну что, давайте заканчивать, я в принципе все рассказал, что у нас из мелодии осталось, это мы сыграли, это мы сыграли, да, наверное, все, по блюзам, блюз, это то же самое, только с бендами. Значит, первое, что нужно знать при игре блюза, то что блюз играется не в тональности гармошки, а на квинту выше или на кварту ниже, как удобно вам считать. Я не знаю, как я считаю До, соль, ре, ля, ми, фа Вот так и нет Если у вас до гармошка У вас получится в соль Если у вас соль гармошка, у вас получится в ре Если у вас ре гармошка, у вас получится в ре Если ля, то в ми Если в ми, то в си Обычно нужно наоборот Мы играем соль, блюз в ре Вот, обычную табличку себе делаешь От соль на ре От ре на соль перескочил У нас наоборот У нас есть до гармошка, мы знаем, что у ней соль получится Но в жизни, в жизни наоборот Поэтому считать в обе стороны полезно Для чего сделан квинтовый круг Вы можете по нему считать В одну сторону и в другую То есть, имея до гармошку Вы сможете играть в соль Если нужно играть в ми Вам надо посчитать на ля гармошку И взять ля гармошку Никто вам Ну, в жизни так происходит Что когда ты приходишь играть с другими музыкантами Никто не знает, какие гармошки Под какие гармошки надо всем играть То есть, ты просто сам решаешь И говоришь, ребят, я могу сыграть блюз в соль, в ля или в ми Они говорят, о, давай там в ми сыграем Так работает Но когда вы это не обсуждаете с музыкантом Вы этот процесс решаете Ну, сами на себя выбираете Какая гармошка нужна Поэтому, играем на до гармошки в соль мажор Да? Нет, это там бы были, друзья Какие-то я блюз играю по там Скажем так, для начала Чтобы было на что упереться Это из стиля Беккера Это из его упражнений Они тоже очень простые Очень часто в блюзе Можно сыграть одну и ту же фразу На разный аккорд И это звучит нормально То есть, вы можете сыграть Как буги он Потом аккорд меняется Играть То же самое Потом То есть, один ход Вы его таскаете по всей гармошке Проблема в том, что гармошка Несимметричная вы не можете играть как на пианино от одной ноты один и тот же рисунок то есть у вас в одном случае этот рисунок по порядочку, в другом случае елочкой, а в третьем случае там еще два бэнда встречаются и там все, вся схема меняется да? Продолжение следует... Не знаешь, что играть, играйте. Повторения очень хорошие звучат. Опять примем. Знаешь, что такое? Две ноты затапливаем в бельт. Не знаю. Понятно, что я делаю. Я не учил блюз, я его придумал. Прямо по ходу. Что у меня для этого есть? У меня есть несколько приемов, которые я использую. Это бендинг, это трели, это кваки руками. И есть порядок нот, которые я знаю, в каком порядке надо играть блюзовый лад. Я больше ничего не сыграл. Вообще ничего. Ну и вниз его, соответственно, продлил. То есть я просто, я даже не учил эти ноты. Я просто знаю, что если я буду играть так, получится что-то похожее на блюз. Так как вы не видите то, что у меня здесь написано, вы не можете сравнить, так я хотел сыграть или нет. Я просто импровизировал. Хотя если там, я вначале лажал, я там пару раз ошибся. Вот. Почему начинающие исполнители так любят блюз? Потому что человек взял гармошку, научился бендить, запомнил, что надо брать до гармошку для игры в соль. Он включает в себя соль. Минус. И там что-то дудит. Причем дудит даже больше, чем нужно, но похоже на блюз. О, ребят, я импровизирую. Нифига ты не импровизируешь. Ты балуешься и ты не понимаешь, что ты играешь. Конечно, импровизация подразумевает собой то, что ты обыгрываешь какую-то тему. То есть, например, если мы играли House of the Rands of the Sun, вот есть список нот, порядок, которые надо сыграть. Но я могу их играть по-другому. Могу добавлять лишние ноты, какие-то редуцировать, играть с длительностью. Тогда я импровизирую, если это похоже на то, что я начал играть. Если вы играете вообще что-то мимо, вообще мимо нот, мимо ритма, то это уже не импровизация, это уже важно. И очень важно понимать, что вы себя не обманываете. Зрители, вы можете обманывать, но если вы лажаете, вы понимаете, что вы лажаете. Зрители не поймут, скажут, блин, ты космосугрел, такой ход интересный через пятую пониженную, а ты просто промазал, или у тебя язык залип, и у тебя вверх сорвался. Так тоже бывает. По поводу импровизации, правило такое, прежде чем импровизировать, научитесь играть тему. Когда вы выучите тему, во-первых, вам это поможет импровизировать, вы ее будете знать, эту тему. И нота вверх, нота вниз, нота в сторону или замена, она вас все равно вернет в то произведение, которое вы играете. Если вы забыли, бывает, я помню, вы ходили на концерт, ребята играют какой-то стандарт, поют песни, там, лекселики, видно, что это все заучено. И в какой-то момент они уходят в импровизацию, потом такой бамс, и они возвращаются в то, с чего начали. Нас спрашивают, а как они помнят, какое произведение они играли? Потому что действительно импровизация, она может очень далеко ввести, но важно помнить свою миссию, помнить то, что вы все-таки играете. Давай буги сыграем? Буки – это блюст, только быстро. Вот. Меняется пульсация, ритмическая основа блюза – это кач, то есть это ритм шаппл, который устроен из триоли, но что такое триоли, я… Вы записаны восьмой. А? Триоли, вы записаны восьмой. Это когда на четыре, на четвертную, ну, в четвертной интервал, то есть вот есть раз, два, три, четыре, на каждую удару вы играете не две ноты, не одну, а три. Получается как типа? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В шафле средняя нота пропускается. Получается та-та-та, та-та-та-та-та. И вот этот ритм в блюзе – это основной ритм. Если вы играете любые ноты, но играете в этом ритме, вы будете играть в блюзе. Такой рецепт, хитрый рецепт играния в блюзе. На губной гармошке очень просто, научиться играть плохо. Вот. То есть вы взяли гармошку, посмотрели, что нужна до для соли и начали дуть в дырки. У вас получился блюз. Главное ритм. Главное ритм. Если ритма нет, то вообще ничего нет. У вас на мелодии нет и еще и ритма нет. Вот. Вы тут встановитесь, попадаете и там и себя. Буги играется не в том ритме, как играется блюз. Это такой прямой тант, тант, тант. Ну, блин, какого объяснится. Ладно, давай сыграем просто. Фокус в том, что я играю то же самое. Давай. Угу. Фокус в том, что я играю то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дыши Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дышать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это у меня так, опять же, есть гармошки, требующие ухода, если это какая-то деревянная гармошка, у которой корпус разбухает, мы много играли с языком, напускали туда слюнея, и зубы они начинают вылезать вверх и в сторону, у вас одна дырка большая получается, другая маленькая, на батарею кладешь, шутер, устаешь, гармошка нормально, вот, на месте, но надо понимать, да, такое движение, я поиграл, стучал, положил гармошку, ну, это неизбежно, вот у духовых инструментов есть кнопочка специальная, трубач, когда играет, он же с атакой играет, там, через язык, у него слюни туда очень много улетает, есть кнопочка, он нажимает, да, у него там вылилось, там, грамм 10, если не этих, вот, гармошки, да, но это мешает, когда слюна попадает на язычок, и язычок залипает, он перестает колебаться, и ты дуешь, а у тебя там что-то это лишнее, ну, либо. Вытряхнуть, либо по ноге постучать, либо просто думать посильнее, чтобы отслеживать, потому что расстояние между язычком и платой, оно сделано максимально минимально, то есть, самое маленькое. Если дырка будет большая, то будут очень большие потери, вы будете чувствовать, что гармошка плохо отзывается. Если дырка будет маленькая, то язычок может начать цеплять за слот, и он просто перестанет колебаться, если вы уронили гармошку, язычок может довернуться, зацепиться краешком, это микронно, то есть, это прям буквально какие-то доли градуса поворота язычка, он относится к закрепке. И все, он перестал играть, закрываешь гармошку, ты на свет смотришь, вместо буквы П у тебя буква Р там получается, ну, дырка, вместо просвета у вас там видно, что язычок прям касается платы, и когда его в гармошку давишь, он цепляется. Ты его опустил, а он обратно сам не выходит. Вот, центрируешь язычок, я, у меня есть ключик специальный по размерам закрепки, я этим ключиком поворачиваю и смотрю. Ну, это очень, это какое-то, вот, в основном, вот. Все? Да. Спасибо всем. Спасибо. Так, стойте, стойте. Собственно, да. Порядка, старт. Минута славы. Минута славы. Класс. Здравствуйте. Это QR-код на мой канал, вы можете сфотографировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...